Мыльное селфи, луки в зеркале, бессмысленные кадры и фотографии серии «Мир должен знать, что я ем». Я вас умоляю, мир должен страдать при виде всей этой безвкусицы, коей пестрит ленты Инстаграма. Так хватит это терпеть! Пришло время стать гуру мобильной фотосъёмки. Пришло время узнать, как же правильно фотографировать котиков. На помощь спешит бригада скорой инстапомощи. На помощь спешит она, мама Инстаграма. Искать удачный ракурс, не заваливать горизонт, избегать банальностей, но придерживаться канонов. Увы, но этого недостаточно, чтобы стать блогером в Сия Инстаграм. По статистике наибольшее количество лайков набирают фотографии звёзд, фотографии мими-милых детей и снимки пушистых и беспощадных. Про них-то, пёсограммных, мы сегодня и поговорим. Мы специально выбрали самый лучший день для того, чтобы ветер раздувал шурстку наших друзей. Познакомь нас с ними. Перед вами сибирские хаски, северные гнездовые собаки. Рабочая порода, очень популярная сейчас в нашем городе. Я вижу, что тут ещё кто-то у нас затесался. Ай, ещё это наш любимый друг, малоанглийская борзая или уиппит. Он напрочь уиппит, я так понимаю, да? Есть немного. Напрочь уиппит – это не то слово. Как ни бегали, как ни уговаривали, его всё тщетно. В инфотосъёмке товарищ участия не принимал. Теперь к вопросу о хаске. Часто их путают с лайками, но лайки у нас предназначены для охоты. Хаски же только для непосредственно ездовой деятельности. Мы сделали пару постановочных снимков. Однако семейная фотосессия длилась недолго. Усадить собак – это целое дело. Но ещё сложнее их удержать рядом с собой. Сменили политику и стали фотографировать псов как самостоятельный арт-объект. Любую собаку лучше всего фотографировать с уровня собаки. Надо сесть на корточке, чтобы фотоаппарат находился на уровне собачьих глаз. А как же фотографировать сверху? Мне кажется, тоже должен быть достаточно интересный ракурс. Фотографии сверху – это будет специфический ракурс, будет большая голова, маленькое тело. Хороший кадр, он не всегда статичен. Вполне можно сделать динамичную фотографию, когда собака прыгает, например, за игрушкой или вкусняшкой. Должна быть некая фишка, изюминка. Почему людям должно быть интересно следить за жизнью питомца и его хозяина? Так печальный взгляд стал фишкой самого грустного кота на свете. У него более миллиона подписчиков. А снимки пушистого кота совы Колонелла набирают в среднем 10 тысяч лайков. Примерно столько же собирает Хеллман. Кот – хипстер. А вот пёс-путешественник по имени Мэдди. Он побывал во всех штатах со своим хозяином – фотографом Тереном Хамфри. Главное, чтобы у снимков была концепция и хоть какой-то смысл. Что нам ответить тем людям, которые сейчас прильнули к экранам и думают «Боже мой, вы же мучаете этих животных?» Они же хотят погулять, а вы их заставляете фотографироваться. Что мы можем им ответить в противовес? Это происходит не так долго. Раз. И дрессировка, когда она по-доброму, когда она закреплена положительно, она приносит собаке удовольствие. И им приятно, что они могут сделать что-то полезное. Вот оно! То самое полезное, которое получилось у нас. Снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат нашего эксперта и на мой простой смартфон. Оригинальными кадры, конечно, назвать сложно. А вот в том, что они милые, у меня лично сомнений нет. Дорогие друзья, чаще фотографируйтесь, больше гуляйте, выезжайте на природу и любите, конечно, собак. Собак много не бывает. Субтитры сделал DimaTorzok